итак будем вступать в пионеры или нет об этом прямо сейчас здравствуйте здравствуйте в прошлый раз мы вас спрашивали уважаемые телезрители нужно ли возрождать детское объединение наподобие пионерии и вот какие результаты мы получили 70 процентов да нужно возрождать 25 процентов нет это устарело и 5 процентов затруднились ответить наши телезрители считают что молодежью надо заниматься особенно нашими школьниками следующая наша тема это микрозаймы может быть тебе дать еще ключ от квартиры где деньги лежат неделю назад микрозаймы запретили выдавать под макро проценты теперь сумма на численных процентов и иных платежей уже не может превышать четырехкратную сумму которая была заявлена непосредственно за сам кредит по данным банка россии 18 процентов рынка микрофинансовых организаций приходится как раз на так называемые микрозаймы займы до зарплаты это суммы до 30 тысяч рублей предоставляемые на довольно короткий срок не превышающий месяца чаще даже одну две недели недавно был сюжет по телевидению да где по моему новосибирской области коллекторы изнасиловали женщину она взяла 5000 рублей в долг оказалась должна 240 тысяч такого больше не будет согласно тому предложению которое выдвинули наши парламентарии федеральные теперь максимум за 5000 рублей которые она смогла бы заплатить в итоге это 25 тысяч рублей это все равно гигантские суммы для наших жителей тем более что пользуются в основном этими услугами наши мало обеспеченные граждане и пенсионеры эта мера не только поможет защитить потребителя от чрезмерного роста просроченной задолженности но и охладит пыл некоторых кредиторов зарабатывать с помощью ростовщичества считает управляющий отделением по архангельской области северо-западного банка россии михаил карпунин мы от архангельского областного собрания уже с такой просьбой в гусдуму обратились о необходимости полной запреты деятельности коллекторов на территории российской федерации и по моему мнению также надо поступить и с микрозаймами ситуация с коллекторами она сейчас развивается все сильнее и сильнее мы говорим о том случае который произошел у нас в новосибирской области я думаю что к сожалению этот случай не последний но самое интересное во всем этом что сталкиваются с проблемой коллекторов у нас сейчас не только граждане которые взяли непосредственно займ и не могут его вернуть по каким-то причинам но даже и просто рядовые жители по которой случайным образом по словам своих знакомых попали в базу вот этих вот коллекторов и им постоянно либо звонят либо шлют смс с угрозами в связи с тем что их знакомые друзья или родственники должны какому-то микроколлекторскому агентству сейчас еще банки хотят объединиться и сделать площадку на которой они будут продавать свои плохие долги и кто и купит эти долги на сони абсолютно неизвестно ну а пока федеральный закон о запрете коллекторской деятельности у нас так и не принят лишь несколько советов тем кому пишут или звонят коллекторы все то что они говорят то что они присылают своих сообщениях это прямые угрозы жизни и здоровью людей вымогательство также самоправство что же делать в таком случае наверное обращаться в милицию что же советуют юристы самое главное не молчать неважно должник вы или ваш телефон просто оказался в базе коллекторов надо писать заявление начать можно заявление о нарушении правил обработки персональных данных и об отзыве согласия на их обработку практика показывает что одного этого документа зачастую достаточно чтобы значительно уменьшить или вообще прекратить угрозы со стороны коллекторов заявление об отзыве персональных данных нужно направить как на юридический адрес самого банка так и на фактический адрес конкретного отделения где непосредственно был взят определенный кредит если вас беспокоят коллекторы то еще одну копию такого же заявления нужно дополнительно направить уже в коллекторское агентство на юридический адрес банка и в адрес коллекторов лучше выслать заказное письмо с описью вложений и уведомлением о вручении. Если это не помогло, обращайтесь в прокуратуру и МВД. Также на сайте Генеральной прокуратуры есть возможность подать заявление через интернет. Главный совет. Не удаляйте сообщения с телефона, сходите в офис мобильного оператора и возьмите распечатку сообщений с текстом, датой, временем и номером телефона, с которого это сообщение пришло. Если это телефонный звонок, запишите его на диктофон и пишите заявление, приложив указанные распечатки и записи. Главное не молчать и не оставлять без внимания явное нарушение федеральных законов, в том числе и Уголовного кодекса Российской Федерации. Если же коллекторы пришли к вам домой, то лучше вообще не открывать им дверь, тем более не пускать их в квартиру. Если же они начинают вести себя грубо и угрожать, немедленно звоните в полицию и сообщайте, что боитесь за свою жизнь и свое здоровье. Как бы ни обстояли ваши дела с кредитом, не бойтесь полицейских. Их совершенно не касается кто и кому сколько должен. Это вопрос уже судебных приставов, а задача нашей милиции защитить людей от произвола. Но тем не менее, пока федерального закона все-таки нет. В разных регионах Российской Федерации этот вопрос решают по-разному. В частности, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев собрал пресс-конференцию, пригласил председателя законодательного собрания региона и сказал, что будет внесен региональный закон, который запретит деятельность коллекторов на территории Кемеровской области. Ни один коллектор не имеет права вышибать долги из кузбассовцев 6 апреля 2016 года. Другого выхода нет. Мы не можем допустить, чтобы наших людей убивали. Ну и тогда сегодняшний опрос звучит нас следующим образом. Нужно ли полностью запретить микрозаймы на территории Российской Федерации? Три варианта ответа. Да, запретить. Нет, это помогает людям и затрудняюсь ответить. Мы ждем ваши ответы в социальных сетях Facebook и Вконтакте Александр Дятлов и Екатерина Поздеева. На своих экранах вы видите адрес электронной почты, на которой мы также ждем ваши отзывы и предложения. А ответить на опрос, который мы сегодня озвучили, можно на сайте двинаинформ. До свидания и всего вам доброго. До свидания.